Здравствуйте! На библейский портал экзегет поступил практически ориентированный вопрос, как бороться с жадностью. Жадность на самом деле это тоже искажение любви. Когда человек что-то любит, он к этому тянется. Когда человек любит Христа, он старается быть как он, старается быть ближе к нему. Когда человек любит другого человека, то тоже он старается быть с ним рядом, как можно большему внимания, заботы уделять. Когда человек начинает любить не Бога и не ближнего, мы помним, что заповедь любви, она состоит из двух частей, но относится к Богу и ближнему. Она не относится ни к каким материальным вещам и ни к каким вещам эмоциональным, потому что можно, например, быть тоже жадным до какого-то людского внимания. Здесь для нас Господь тоже дает некоторые советы, и некоторые советы, они призваны нас прям так радикально встряхнуть. Так притча о безумном богаче. И если мы откроем Евангелие от Луки, 12 главу, 16 стих, притча коротенькая, прочитаем ее целиком. И сказал им притчу, у одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам с собой, что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что я сделаю. Сламывай житницы мои, построю больше, соберу туда весь хлеб мой, все добро мое. И скажу, душе мой, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Тут в этой притче нет слов о том, что кто-то пришел богача просить. Что он как-то, вот, может, его и никто не просил, но думает, ну, раз никто не просит, дай житницы построю. Нет, можно быть жадным, даже избегая. Возможность, что у тебя кто-то попросит. Человек как-то ходит, незаметно, не видно, и как-то вот, ну, никто не просит, и все, вроде я такой молодец. Нет, Господь говорит, ты здесь. Даже если ты жадность не проявляет, и никто никогда не узнает, что в твоей душе творится в этой жадности, ты все равно все можешь проиграть, потому что ты своей любовью привязался к земным вещам. И поэтому, когда душа от земного, в том числе от тела, от нашего земного, отлучается, получается, что ты к Богу-то и попасть не можешь, потому что к Богу приближает любовь к Богу, любовь к ближнему, а любовь к земному приближает только к земле, приближает только к смерти. Поэтому, дорогие братья и сестры, для нас вот уже мы видим определенный стимул, что как бороться с жадностью? Вспоминай, что каждый раз, когда ты жадность в свое сердце запустил, ты от Царства Небесного отделяешься, даже если никак эта жадность вовне не проявилась. Потому что душа, когда она перестает быть скована телом, она устремляется туда, куда хочет, куда она натренировалась за всю жизнь стремиться. Но помимо этого, тоже хотелось бы и другой отрывочек из Евангелия, от Луки вспомнить, 16 глава, куда более сложная для понимания, притча о догадливом управителе. Сказал же к ученикам своим, один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его, и призвав его, сказал ему, что это я слышу тебе? Дай отчет управления твоим, ибо ты не можешь более управлять. Тогда управитель сказал сам себе, что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом, копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда оставлен буду от управления домом. И призвав должников господина своему, каждого порня сказал первому, сколько ты должен господину моему? Он сказал, сто мер масла. И сказал ему, возьми твою расписку, садись и скорее напиши 50. Потом другому сказал, а ты сколько должен? Он отвечал, сто мер пшеницы. И сказал ему, возьми твою расписку и напиши 80. И похвалил господина правителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыновек сего догадливее сынов цвета в своем роде. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Но тут на самом деле, когда первый раз люди прочитывают эту притчу, причем даже кто долго в храм ходит, они в некотором недоумении, это что вот про людей, там чиновники берут, из казны украли, громадные деньги дали, взятки в суде, силовикам. И вот своим богатством неправедным приобрели себе друзей, в итоге они, конечно, часть своего богатства неправедного потеряли, но все равно и миллионы остались, и другие коррупционеры с миллионами, а правосудие не восторжествовало, люди обычные из бюджета денег не получили, которые им положены, потому что они были украдены. Да, вот это об этом ужасе речь. Нет, надо помнить, что все, что у нас есть, это не наше имущество, это то, что нам дано в пользование. Это и относительно материальных каких-то средств, материального имущества, которое есть у нашего тела, и относительно наших навыков, все это нам дает Господь здесь пользоваться. Он нам дал жизнь, и это дает нам возможность что-то держать в руках, что-то приобретать, какие-то вот даже навыки иметь, возможность просто вот даже то, что рука у нас не парализована, мы можем ее поднять, упустить, это тоже дар Божий, который дар нам дан не безвозвратно, не в пользование, не то, что мы имеем право это делать, а то, что нам дано в доверительное управление. Господь говорит, я тебе дал жизнь, дал тебе тело, дал тебе имущество, дал тебе способности, дал тебе разум, я смотрю, как ты ими разбираешься. Поэтому, если ты берешь и жадность в твоем сердце поселяется, ты, по сути, воруешь у Бога. Это куда страшнее, чем воровать у государства или у людей, потому что ты, причем воруешь настолько искренне, что считаешь это своим. Ой, я заработал какие-то средства, честно заработал, не украл, заработал, зарплату получил, это мои деньги. Я там раз получил в наследство какое-то жилье, это моя квартира, ой, у меня пирожок куплен, я его купил тоже на честно заработанные деньги, ничего не украл. Все это мое, мое время, мои навыки, мое внимание, это все мое. А приходит Господь на страшном суде и говорит, давай отчет, я тебе дал жизнь, я тебе дал там место, где главу преклонить ночью, я тебе дал какие-то навыки, благодаря которым ты пришел на работу и получил какую-то зарплату. Все это мое, и вот сейчас ты умер, потому что, ну, как Господь вот забирает у нас жизни, как раз управление всем тем, что у нас есть в земном мире, у нас тоже исчезает. Как ты этим можешь распорядиться? И тогда человек, вот, ну, единственное, когда он понимает, потому что Господь все-таки заранее говорит, ты умрешь, да, все мы, конечно, через рота смерти пройдем. И вопрос, наследует ли жизнь вечную или нет. И когда мы об этом вспоминаем, о жизни вечной, то сразу мы быстрее должны бежать, и там, ой, кто чего, как чего, кому не достает, кто тоже как-то Господу, другим людям обязан, как им мы в этом помочь. Поэтому вот тоже этот более сложный, но тоже более впечатляющий метод борьбы с жадностью, это помнить о том, что нам ничего не принадлежит, и окружающим ничего не принадлежит. Но то, что Господь нам что-то доверил, и мы можем успеть, пока мы не умерли, помочь другим, вот, тем, что нам Господь доверил, своим имуществом, своим временем, своим знанием, своим вниманием, своей заботой. И тогда, действительно, на страшный суд мы придем, и, может, у нас будут такие грехи, которые нас в гиену огненную будут тянуть. Но молитвы, благодарности и согретые вот наши заботы, какой-то сердца людей, пусть даже, может, заботы неведомы, потому что люди могут просто, ну, кто-то им помог как-то, они даже не узнали тайны какой-то благодворитель, они искренне Богу помолились, и Господь скажет, вот это как раз те единственные, что спасает. Так и быть, иди, наследуй Царствие Небесное.